Джазист. Глава 3. Пионерская блатная жизнь. Отрывок. Людей-собеседники нередко переходят на мат, ничуть не стесняясь друг друга. Такова особенность российского менталитета. Также не открою Америки, если скажу, что Сталин в постоянной борьбе за власть сделал ставку на преступный мир. А поскольку СССР тогда был моделью большой зоны, тюремно-лагерная эстетика вполне естественно перенесла жизнь простых обывателей в мир фраеров. Образ урки вызывал не только страх, но и уважение. Урка был не просто рискованным и ловким. Он жил по воровским законам, которые, в отличие от государственных, нарушать было нельзя. Их строго соблюдали, без крайней надобности не шли на мокрые дела и, в частности, не грабили артистов и музыкантов. Поэтому во дворе с этим мальчишек был модным образ уркогана. Помню, как в классе в третьем я понаделал себя наколок, надел на зуб фиксу из фольги, обрезал козырек у кепки, сделав молокозырку, уговорил бабушку ставить клинью брюки, чтобы они стали клешами. А позже в пионерлагеря одна вожатая научила меня бацать на семиструнной гитаре, после чего я стал удовлетворить частью пионерского воровской компании, собирающуюся по вечерам на лавках вокруг деревянного стола, чтобы попеть любимые песни, станцевать чечетку-цыганочку с заходом, поиграть в карты, в очко или в петуха. Всех учеников средних классов тогда заставляли носить в школе пионерский галстук, и предполагалось, что пионер будет в галстуке и после школы, до самой ночи. Никто за этим, правда, особенно не следил. Хотя если кто-то из учительей случайно встречал пионирование школы без галстука, он обязательно делал замечания. Но большинство школьников относились к галстуку как к формальности, и выйдя из школы, за пределы видимости ее окон, быстро снимали галстук и прятали в карман. Если вы вдруг кто-нибудь из двора выйдете о нем, засмеют. Между собой галстук звался селедкой. Позднее при Хрущеве, когда красная икра исчезла из продажи, народ откликнулся над этой шуткой, пародировавшей пионерскую клятву. Как пояжешь галстук, береги его, он ведь с красной икрой цвета одного. Но до этого, в сталинские годы, отношение к символу пионерия было серьезным, особенно после войны, когда к образу Павлика Морозова добавились имена пионеров-героев, погибших в войне с фашистами. Зато ближе к концу советской власти появилась хохма о неком гибриде Павлике Матросове, который закрыл амбразуру телом своего отца. Это был уже полный крах идеологии. Послевоенные дети, оказываясь в даре, попадали в свой особый мир, совершенно отличающийся от школы и скрытый от мира родителей. Здесь и мальчишки говорили на матерном языке, который автоматически сбывался дома и в школе. При девочках никто не ругался, даже самая шпана, это считалось дурным тоном. Чисто блатные песни пелись только в мужской компании, а песни романтического невинного содержания вместе с девочками. Мне кажется, что тогда наш интерес к романтике возник во многом благодаря литературе, прежде всего произведениям Александра Грина, с его вымышленными странами и городами типа Зурбагана. С большим энтузиазмом пелись тогда такие шедевры, как в Кейптаунском порту, Юнга Билл, в нашу гавань заходили корабли, в стороне далека юга, Джон Грейн. Кейптаун, в котором Джонетта поправляла текелаж, была для нас таким же нереальным, как Зурбаган. Так как эта романтика захватывала в основном учеников начальных классов, где еще не проходили Евгения Онегина, то они и не догадывались о значении слова «повес». Поэтому в песне о Джонни Грея вместо «был он большой по весу» пели «был он большой по весу». Кстати, в упомянутой песне было непонятно и тревожащее душу место, где Рита и крошка Неви его пленить сумели, часто обеим в любви он клялся. Любовь втроем не укладывалась в детском воображении. Среди блатных песен, которые пели всем двором, была отдельная категория об отношении воров с их родителями. Чаще всего это было покаяние вора перед матерью, которая страдала от того, что ее родной сын погибает в зоне. Ну, хотя бы такие фразы. «У всех дети, как дети» «О ее в лагерях» Или «А мать по сыну плачет и страдает, болит и стонет надорванная грудь». В песенных сюжетах зэк нередко вспоминал о матери в роковую минуту. «Я тебя не увижу, моя родная мама, В охря нас окружила, Руки в гору кричат». Отец вора часто оказывался под лицом, бросившим жену с маленьким сыном, что и поделило судьбу ребенка. А вот вора сын, с ворами он сознался, он стал кутить и дома не бывать. Он время проводил в притонах и разврате, и позабыл свою старушку мать. В одной из песен таким отцом оказывался даже прокурор, Который, узнав, что он послал на расстрел, Узнав, кого он послал на расстрел, Сам повесился над двойной могилой. Надо сказать, что песни этого типа и сейчас кажутся образцом довольно высокой морали. Утраченное наше время. А учитывая огромное влияние двора на его обитателей, Не побоюсь сказать, что многие из таких песен имели определенное воспитательное значение. Как ни парадоксально это звучит. Дорогой Алексей Семенович, Мы знаем друг друга уже очень много лет. Когда я был маленький, Мне про вашу искрометную игру на саксофоне рассказывал еще мой отец. Происходило это в архитектурном институте. Вы для меня всегда были и остаетесь примером невероятного музыкального стоицизма. Я думаю, что так и надо жить, для того, чтобы по-настоящему сделать свое дело. Мне очень жаль, что сегодня, вследствие собственной занятости, Я не имею возможности поздравить вас лично и поднять за это дело стакан. Но я это обязательно сделаю там, где я нахожусь. Пожелаю вам здоровья и очень хорошей музыки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!